добрый день уважаемые коллеги или вернее доброе утро меня зовут большаков алексей на сегодня я буду читать лекцию на тему молекулярные механизмы формирования центральной нервной системы лекция будет состоять из двух частей с небольшим перерывом соответственно сейчас будет первая часть она будет посвящена собственно клеточным тому откуда у нас появляются собственно клетки центральной нервной системы начну на самом деле очень издалека я покажу просто один из таких уникальных случаев сейчас вот на слайде видно в принципе то что может увидеть любой человек на мрт главного мозга и в принципе у нас всех мозги выглядит примерно одинаково но в 2007 году была опубликована статья в журнале lancet эта статья была размером примерно пол страницы и в ней собственно было показано мрт другого человека который до сих пор жив он сейчас живет насколько известно собственно у этого человека но практически полностью отсутствует серый белое вещество головного мозга собственно вся статья и да и изображение вот они представлены на этом слайде кстати называется мозг белого воротничка то есть соответственно это как бы человек который ну почти всю свою жизнь про ну как бы до 44 лет прожил и даже не знал что собственно для его черепной коробки что-то не так в большинстве случаев подобные вот патологии они возникают на стадиях эмбриогенеза когда у нас нарушаются миграция клеток и соответственно вот в данном случае это привело к увеличению размера желудочков в принципе в большинстве случаев подобные патологии они привык к тому что плод гибнет на ранних стадиях и собственно ничего дальше не происходит но в данном случае оказалось что вот плод выжил и собственно мозг хотя его вроде как и нету но он сформировался вернее то что от него осталось она сформировалась таким образом что в принципе человек оказался ну таком широком смысле абсолютно нормально то есть он как бы был нормальным членом социального общества то есть он разговаривал мог ходить ну и делать все что все что необходимо ну а теперь как бы после вот такого вот демонстрации таких вот аномалий которые бывают в жизни это на самом деле такой очень редкий случай вот перейдем к тому как бы как у нас в норме все формируется соответственно откуда у нас берутся клетки мозга ну для начала очень коротко еще раз расскажу про клетки мозга потому что мне кажется про них рассказывали да то есть у нас условно все клетки можно поделить на нейроны клетки сосудов кровеносных которые у нас пронизывает весь мозг и клетки глии соответственно по поводу клеток глии скажу подробнее у нас есть астроциты это клетки которые выполняют очень большое количество всяких функций олигодендроциты это те клетки которые в основном формируют мирную оболочку вокруг акционов на и помогает проводить потенциал действия между клетками есть микроглия которые считаются основными иммунными клетками мозга ну или очень грубо их называют иногда макрофаги мозга есть клетки и пендимы это клетки которые выстилают стенки желудочков мозга и последние клетки клетки тенициты это ну скажем так особые клетки которые тоже выстилают клетки желудочков мозга но находятся они только вот как вот здесь показано на фотографии выстилает они только третий желудочек мозга и только вот нижнюю часть его здесь они выделены красным цветом и они обладают достаточно необычной морфологии то есть они как бы имеют такие длинные длинные отростки хотя тело их находится рядом желудочка функции этих клеток но не очень понятно хотя вот ну если кому-то интересно вот в двадцатом году то есть прошлом году в нас вышла статья которая собственно показала что по всей видимости эти клетки занимаются измерением определенных параметров спинномозговой жидкости и передают своей полученную информацию нейронам которые расположены у нас в гипоталамусе предположительно эта информация о том как ни странно что мы ели вот соответственно как бы более как бы такую детальную информацию об этом типе клеток ну предоставить очень сложно но в принципе все эти клетки я имею ввиду нейроны и глиальные клетки они на самом деле по большому счету происходит из одного источника это клетки радиальной глии кроме микроглии ну и соответственно сосудистые клетки они появляются отдельно как в то время как у нас прорастает сосуды в то место где у нас есть будет головной мозг соответственно если мы посмотрим немножко на клеточный состав с точки зрения нейронов то вот в этом году журнале сел вышла статья в которой было показано был проведен сложный достаточно анализ на основе транскриптомов единичных клеток и соответственно был проведен кластерный анализ этого всего и было показано показаны следующие вещи что если мы возьмем кору и гиппокамп то всего вот типов галутоматологических нейронов в них будет порядка 240 типов и опять же речь идет не о человеческом мозге до мозги мышей в человеческом мозге скорее всего это разнообразие будет намного больше соответственно будет около 120 типов галутоматологических нейронов их очень много как вы видите то есть как бы с одной стороны галутоматологических клеток по сравнению в количественном отношении с галутоматологическими намного меньше но типов их как вы видите намного больше что еще было обнаружено что некоторые клетки как галутоматологические так и галутоматологические являются высокоспецифичными для некоторой области слоя или некой области в то время как другие они широко распределены и собственно имеются во многих регионах следующий момент это то что большинство типов галутоматологических клеток на самом деле присутствуют в разных картикальных областях и гиппокампе то есть ну гиппокамп как тоже по-своему часть коры она в ней в нем собственно есть в нем расположены примерно те же самые галутоматологические клетки что и в коре хотя опять же вот гиппокамп имеет некоторые клетки которые специфичны для него то есть в кортексе таких нет и соответственно следующий момент это то что большинство клеток галутоматологических они присутствуют в разных областях и распределяются в некоторых такой как сказать гардуальной манере да причем как бы если спереди кзади они располагаются в некой такой непрерывными более-менее манере то есть грубо говоря у нас количество определенных клеток уменьшается потом а других нарастает от переди от переднего края мозга к заднему да и соответственно как бы сегменты которые делятся если вот в более латеральном сторону от середины то у нас там есть как бы области в которых происходит как бы достаточно резкое грубое переключение типов клеток который в них расположен ну а теперь собственно немножко рассмотрим как бы откуда у нас берутся все клетки ну изначально у нас есть оплодотворенная яйцеклетка она делится 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 получается много разных типов клеток и собственно все доходит до этой стадии которые у нас здесь условно показано как день 12 в этот день у нас формируется два таких вот пузыря и между этими пузырями вот здесь вот и образуются определенные группа клеток собственно это то что будет будущим организмом но тут есть один важный момент про который я буду говорить уже в конце вот первой части для того чтобы просто подчеркнуть есть такая важная часть вот этого вот этих двух пузырей это вот этот нижний коричневый пузырь это так называемый желточный мешок он участвует в формировании мозга хотя как бы не является частью будущего эмбриона и собственно в конце вот этой первой части я вам скажу для чего он нужен теперь немножко вот просто очень коротко рассмотрим то что происходит при формировании центральной нервной системы значит и всего эмбриона то есть соответственно вот как бы если мы возьмем вот эти два пузыря они здесь показаны да вот на этой картинке вот в середине чуть правее мы увидим что в принципе есть вот мы сделаем вот этот поперечный вернее продольный разрез вот здесь и посмотрим на это сверху тот получается такой вот диск что там происходит первично там образуется первичная ямка там отмирает часть клеток эмбриональной ткани и соответственно как бы от нее отмирание продано начинает распространяться вот в эту сторону эмбриона и образуется так называемый это было у нас так первичный узелок или первичная ямка и соответственно как бы у нас образуется такая вот осимметрии и чем важно вот эта первичная ямка ямка в том важно на тем что вот в этом месте клетки начинают так активно делиться и мигрировать вперед вдоль оси симметрии вот в этом направлении то есть у нас образуется вот такая вот структура которая называется натохорт и она собственно является источником ростовых факторов для будущего формирования центральной нервной системы что она делает вот эти клетки которые расположены над ней они получают вот эти ростовые факторы которые она выделяет и собственно это приводит к следующему то есть вот если мы посмотрим на опять вот это вот но то же самое картинку от нарисована справа на у нас образуется нервная пластинка до нервные складки то есть соответственно вот этот самый not a hard выделяет ростовые факторы это приводит к тому что у нас здесь эти клетки приобретают другие свойства и они начинают формировать вот такую вот складку которая в конце концов замыкается и формирует нервную ту трубку в результате вот те клетки которые оказываются вот здесь а точнее вот эту верхнюю часть нервной трубки она является источником так называемых клеток нервного нервного гребня и собственно эти клетки они потом формируют у нас первичную периферическую нервную систему то есть у нас оказывается что эти клетки которые потом отсюда диффундируют это клетки надпочечников это клетки швановские клетки которые у нас формируют мелиновую оболочку вокруг периферических аксонов это клетки ганглиев ну и так далее соответственно если мы посмотрим на формирование эмбриона ну как бы центральной нервной системы то есть у нас как бы нервная трубка когда она замкнулась на это все выглядит вот таким вот образом и в конечном итоге у эмбриона это будущая центральная нервная система она начинает выглядеть таким образом здесь образуется два пузыря ну и как вы видите здесь вот указано что это наш будущий мозг важно отметить что в это же время параллельно формируется кровеносная система и сосуд а точнее вот это вот аорта который у нас здесь есть она расположена под нотохордом и она тоже является источником всяких ростовых факторов которые способствуют миграции различных предшественников будущих периферических нейронов и клеток надпочечников ну если мы посмотрим как бы что происходит дальше у нас с вот этими двумя пузырями которые там есть на то есть мы посмотрим немножко на это все дело сбоку они дальше усложняются у нас получается вот область которая будет дальше передним мозгом среднем мозгом и заднем ну и соответственно по мере развития эмбриона они усложняются увеличивается размерах ну и собственно конечном итоге у нас получаются головной мозг который собственно вот еще раз мы берем разрез собственно на ранних стадиях эмбрионального развития и у нас что получается что есть вот передняя часть этого эмбриона из нее собственно получается будущее неокортекс и базальные ганглии задняя часть которого получается средний мозг ну и так далее теперь на посмотрим на все это немножко с другой стороны если у нас есть вот мозг эмбриона то каким образом у нас на самом деле происходит трансформация клеток которые по факту еще не являются клетками предшественниками нейронов там или еще других типов происходит это следующим образом что в принципе во фронтальной части мозга эмбриона ну или там условно то что можно назвать мозгом расположена группа клеток которая выделяет ой извините выделяется ростовой фактор fgf-8 взаимодействие этого ростового фактора она собственно приводит к тому что все вот эти клетки расположены вот здесь внутри эмбриона они теряют программу клеток эмбрионального развития то есть грубо говоря они из клеток просто эмбриона теряют свои свойства и соответственно начинают экспрессировать такой вот транскрипционный фактор как foxg1 который просто вытормаживает транскрипцию других транскрипционных факторов характерных для нейрональных столовых клеток важно отметить что когда у нас формируется в принципе мозг эмбриона то у нас на самом деле в него внутри есть несколько зон здесь обозначена только одна которая экспрессирует fgf-8 чуть позже я покажу немножко другие но вот если мы посмотрим на вид сбоку вот здесь вот то важно подчеркнуть одну такую особенность что вот эта вот часть коры которая вот здесь у нас видна ее иногда называют палеум и заканчивается на такой зоной который называется по-английски кортикал хэм в русском языке к сожалению нас терминологии здесь отсутствует потому что в россии этим никто не занимается всего такой достаточно большой тех технологической сложности этих вопросов необходимых для того чтобы все решать и большой дороговизны на самом деле всех этих работ но по сути своей как бы это можно перевести как картикальный край или картикальная кромка соответственно это картикальная кромка это очень важная такая часть эмбрионального переднего мозга мы на ней чуть позже еще остановимся и важно такая также отметить что если вот здесь граница между полиумом собственно вот этой вот частью которая здесь есть и супмалиум который здесь обозначен красным то есть вот эти вот синяя граница она тоже есть она тоже играет важную роль теперь вот рассмотрим немножко что происходит когда формируется собственно кора по большому счету эта картинка достаточно типичная она присутствует большинстве учебников изначально у нас есть клетки предшественники которые вот здесь расположены у нас это клетки имеющий длинный отросток который связывает верхнюю пиальную поверхность и внутреннюю так скажем так вентрикулярную своими отростками эти клетки начинают делиться и дают из них происходят следующие клетки первым делом оттуда формируются клетки к холериоциуса но они формируются не во всей коре я чуть позже на следующем сваде я покажу как бы где формируются эти клетки холериоциуса кроме того и эти клетки мигрируют только вот в этом верхнем слое то есть они потом будут будут присутствовать на протяжении всего формирования коры а потом они отмирают значительной степени следующее что формируется из этих клеток это формируются нейроны так называемой субпластинки которого здесь обозначена sp это очень важная часть будущей коры которые во взрослом мозге исчезают то есть как бы после рождения по животных она отмирает там через несколько дней у человека она исчезает через год или два после рождения я тоже немножко остановлюсь на том чуть попозже на том зачем она нужна соответственно что у нас происходит дальше клетки радиальной гелии после того как сформировалась субпластинка и появились клетки к холериоциуса они продолжают делиться и в результате формируются на клетке предшественники которые вдоль отростков радиальной глии мигрируют наверх и формируют собственно по очереди сначала шестой потом пятый потом четвертый потом третий потом второй свои но здесь отображено как бы последовательность процессов которая характерна для грызунов у приматов и у человека это все происходит немножко сложнее и считается что там есть еще дополнительные стадии формирования которые собственно приводит к тому что у нас неокортекс грызунов и приматов и человек в том числе отличается и причем отличаются именно верхние свои в то время как по всей видимости пятый шестой они являются более консервативными смысле того как они формируются соответственно вот здесь но очень короткое видео про то как эти собственно клетки мигрируют ну вот видно как они ползут по и вот клетка радиальной глии сейчас нужно это перелеснуть теперь я упомянул про клетки к холиурециуса который у нас вот если мы посмотрим на эту картинку справа да еще раз они у нас расположены в самом верхнем свой откуда они берутся собственно они происходят истории самой радиальной глии только источниками являются ее та самая кортикальная кромка то есть вот этот кортикал хим про которой говорил дальше эта область вот та самая палеально-субпалеальная граница которую я обозначил вот на на дом из предыдущих слайдов и также часть переднего передней септальной эмбриональной коры соответственно эти клетки мигрируют вдоль и далее они просто все между собой таким случайным образом перемешиваются и собственно получается что весь верхний слой он заполнен собственно клетками к холиурециус что еще тут важно сказать что как бы у нас во время формирования коры есть вот это вот важный слой который называется субпластина вот он здесь таким темно-зеленым выделен в нем расположены такие синие клетки а это собственно клетки они сформировались тоже из клеток радиальной глии и они остановились здесь и они играют очень важную роль в формировании коры каким образом значит что они делают эти клетки первое эти клетки начинают отращивать свои аксоны эти аксоны в будущем это аксоны которые направляются из коры из неокортекса в таламус зачем это делается это делается за тем чтобы из таламуса в кору проросли аксоны потому что аксоны вот этих клеток субпластины являются направляющими для прорастания эталамических аксонов я про это я тоже еще чуть позже расскажу кроме того есть еще один важный элемент связанный с тем что когда радиальные клетки радиальной глии делятся вот в вентрикулярной зоне здесь то из них получаются клетки которые называются мультиполярными нейронами и они не мигрируют вдоль клеток радиальной глии для того чтобы вот эта миграция началась между клетками субпластинки и мультиполярными нейронами должен сформироваться синаптический контакт то есть у нас вот эти клетки они выбрасывают глутамат формируется синапс выбрасывает глутамат активируют вот эти мультиполярные клетки и после этого у нас происходит изменение морфологии и способности этих клеток к адгезии и они после этого прилипают к радио клеткам радиальной глии и начинают мигрировать и следующий момент который касается вот клеток субпластинки заключается в том что большинство из них отмирает но часть из них остается на каком основании как это происходит не очень понятно но смысл в том что часть из них встраивается в шестую как бы становится частью шестого слоя коры и собственно они формируют кортикоталомические аффиренты из коры теперь очень коротко упомяну про разницу между собственно грызунами и приматами человеком она заключается в следующем что пока у нас формируется с 6 по 4 слои то в принципе все происходит примерно так же как у грызунов то есть у нас как бы клетки делятся они мигрируют наверх и дальше у нас формируется там 6 6 5 4 слои но вот 3 2 слои они формируются немножко по-другому разница заключается в том что по мере того как утолщается кора часть клеток радиальной глии она теряет вот этот вот отросток который касая с помощью которого она крепится к вентірку латной зоны и соответственно это приводит к тому что свойства вот этих под стволовых клеток нейрональных столовых клеток они немножко меняются и это приводит к тому что у нас как бы вот из этих вот клеток которые уже отростков таких вот не имеют касающихся из вентрикулярной зоны вот именно из них и формируется а второй и трейлер неокортекция почему это принципиально важно потому Потому что, как я уже говорил, у нас четвертый, пятый, шестой слои, они, собственно, вовлечены в процессы, связанные с общением с подкорковыми структурами. А вот второй и третий слои, они в основном связаны внутри всевозможными параллельными связями, то есть как бы внутрикортикальными именно. И вот тут вот из-за того, что у нас клетки-предшественники этих нейронов, они отличаются от клеток-предшественников нижних слоев коры, вот это может приводить к тому, что у нас как бы клетки верхних слоев коры, они могут обладать вообще как бы существенно отличающимися свойствами. Может приводить к тому, что у нас в неокортексе приматов и людей могут присутствовать клетки, которые, собственно, отсутствуют у грызунов. Соответственно, есть некоторые данные, которые говорят о том, что, например, вот из-за того, что происходит вот такая вот, такой необычный процесс, из этих клеток могут образовываться не только глутаматергические клетки, типичные для вот неокортекса, но в принципе и гаммкорргические интернероны. Или особые типы глутаматергических клеток. Теперь, откуда у нас берутся тормозные клетки, о которых я упомянул? Если очень коротко, да, вот мы посмотрим налево, у нас изображен, ну, как бы эмбриональный мозг и некоторые внутренние его структуры. Если посмотрим вот поперечные срезы, да, вот у нас есть как бы более растральные, более каудальные. У нас обозначены несколько здесь областей. Это латеральное ганглеонарное возвышение. Это, собственно, вот это вот зелененькое LGE, медиальное и каудальное, которое здесь вот синеньким обозначено. Собственно, есть еще приоптическая область, которая вот здесь обозначена POA. И, ну, как бы условно ее можно же отнести вот к этому септуму, который здесь со знаком вопроса есть. На самом деле, вот источники интернеронов, они до сих пор еще обсуждаются. И они до конца не очень известны. Но, по сути, своей основными источниками являются именно вот эти вот четыре области. Соответственно, что у нас происходит? У нас происходит следующее. То есть у нас как бы вот если мы посмотрим на картинку справа, это некий поперечный срез. Клетки латеральной, медиальной, медиального ганглеонарного возвышения, они делятся. И, собственно, дальше они начинают мигрировать вот таким вот образом в сторону коры. Либо вот по этому пути, либо по пути вдоль, по пиальному пути. Но на самом деле, как бы тут важно отметить, что вот эта вот миграция, она происходит очень неслучайным образом. И мы к этому слайду еще немножко вернемся. Вот если так вот посмотреть на видео, вот у нас вот одна из этих областей. И вот, собственно, клетки отсюда выходят, и они, собственно, дальше мигрируют. У нас, как я уже говорил, есть очень большое количество типов интернеронов в неокортексе. Здесь они приведены, вот если посмотреть на нижнюю часть картинки, они поделены по типам некоторых маркеров, которые, маркерных белков, которые присутствуют в них. И видно, что определенные типы нейронов формируются из определенных областей предшественников. Следующий момент, который возникает, как бы, а откуда вот из данной области, почему из нее происходит там несколько типов. Считается, что внутри вот этих вот областей есть еще меньшие подобласти, которые, собственно, и являются предшественниками разных типов интернеронов. Но, по большому счету, это не очень хорошо изучено, потому что эмбриональный мозг очень маленький, и исследовать это очень-очень сложно. Теперь, я вот упоминал о том, что вот клетки субпластинки, они у нас формируют направляющие, то есть у них прорастает аксон, и этот аксон является направляющим для прорастания аксона из таламуса. Давайте вот немножко подробнее на это посмотрим, потому что здесь есть один очень важный момент, касающийся клеток. Итак, вот у нас есть срез, поперечный срез эмбрионального мозга, и, как видно, вот здесь вот, здесь выделена область латерального эмбрионального завершения. И клетки делятся, но они дают не только интернероны, которые будут мигрировать у нас, вот, собственно, в неокортекс. Но и клетки, которые начинают мигрировать в строго противоположную сторону. Это так называемые коридорные клетки. Зачем они нужны? Если мы посмотрим вот на то, что происходит в кортексе, да, то есть у нас есть в начале предшественник коры, в неокортексе, соответственно, у нас формируется субпластинка, из которой аксоны направляются в эту сторону. В это же время у нас формируется таламус, и из таламуса аксоны начинают прорастать вот навстречу. Для того, чтобы таламические аксоны проросли дальше, необходимо присутствие вот этих вот коридорных клеток, потому что без них этого прорастания аксонов не будет. Далее, когда у нас кортикальные аксоны тоже прорастают сюда, они встречаются, собственно, с таламическими аксонами, и происходит следующее. То есть, кортикальные аксоны являются как бы направляющими для таламических, и таламические просто по ним добираются до кортекса. Либо, ну и, собственно, наоборот, кортикальные аксоны, которые прорастают сюда, для них направляющими являются таламические, то есть за счет этого они добираются до таламуса. Я упоминал вначале, что на самом деле у нас параллельно идет формирование кровеносной системы, и, в принципе, есть несколько важных элементов, касающихся кровеносной системы и мозга. Во-первых, важно сказать, что кровеносная система, она у нас формируется таким образом, что сначала у нас формируются кровеносные сосуды, которые покрывают пиальную поверхность, а вентрикулярная поверхность, она покрывается потом кровеносными сосудами. На протяжении достаточно долгого времени считалось, что вообще как бы вот эти кровеносные сосуды, они формируются в результате того, что у нас образуются веточки от пиальной поверхности, собственно, они прорастают до вентрикулярной, там заворачиваются обратно, растут вот таким вот образом. Но на самом деле всего лишь несколько лет назад было показано, что это не так. То есть как бы у нас просто формируется отдельное кровеносное русло, которое распространяется вдоль вентрикулярной зоны. Почему это важно? Важно это потому, что на самом деле интернероны, которые мигрируют, собственно, из латерального и медиального возвышения, они мигрируют в основном вдоль кровеносных сосудов. То есть они на самом деле ползут не просто как попало внутри коры, а они ползут вдоль кровеносных сосудов. Важно также отметить, что в принципе кровеносные сосуды, они в мозге отличаются от кровеносных сосудов других органов. И это было показано, например, с помощью, ну как бы, такого инструмента, как аденосицированные вирусы. То есть где-то несколько лет назад, года три или четыре, была опубликована статья, в которой, собственно, были созданы вирусы, которые способны заражать селективно эндотелий сосудов только головного мозга, при этом не заражая эндотелий сосудов других органов. То есть как бы, по всей видимости, клетки сосудов головного мозга, они экспрессируют какие-то определенные поверхностные белки, которые характерны только для головного мозга и не для каких других органов больше. А какие-то маркеры не очень понятно, но, как бы, такая штука есть. И важно об этом помнить, что это не просто кровеносные сосуды, а это именно кровеносные сосуды головного мозга. Какую еще роль играют кровеносные сосуды? На самом деле они играют достаточно необычную роль, и это было показано, опять же, всего лишь несколько лет назад. Было показано, что клетки эндотелия прорастающих кровеносных сосудов выбрасывают тормозный медиатор в гаммах. Причем они не просто его выбрасывают как бы каким-то там транспортером, который медленно что-то выкачивает наружу, так лениво, а выбрасывают они его визикулярно, точно так же, как нейроны выбрасывают в гаммах. Зачем этот гамм, оказывается, в принципе, нужен? Гамм, который выбрасывается из эндотелия кровеносных сосудов на эмбриональных стадиях развития. Значит, если мы посмотрим внимательно на вот эти вот нижние картинки, то мы увидим следующий момент, что вот в нормальных животных у нас вот здесь вот, это примерно зона, соответствующая зоне под латеральным и медиальным ганглеонарным возвышением, у нас здесь достаточно такое пустое пятно, клеток практически нет. В то время как, если мы вот уберем этот визикулярный выброс, то у нас здесь клетки сразу появятся. Но зато, если мы потом у этих животных посмотрим, что у них в коре с тормозными клетками, то мы увидим, что количество тормозных клеток у них там уменьшилось. То есть, грубо говоря, у нас тормозные клетки, будущие тормозные клетки, для того, чтобы им добежать до, собственно, своего места расположения в коре, они должны получить тормозный вход от кровеносных сосудов. После чего они, собственно, зачем это нужно? Не очень понятно, но как бы понятно одно, что после этого они нормально мигрируют. Если они этого пинка не получают, то они остаются на месте. И, собственно, в неокортексе тогда возникает дефицит тормозных клеток. Мы вот говорили сейчас в основном про кору, но как бы у нас есть, условно можно назвать отделом коры. Это гиппокамп. Соответственно, давайте посмотрим, как он формируется, потому что гиппокамп имеет существенно отличную структуру от коры. Если мы посмотрим, собственно, вот на срез, вот здесь поперечный, опять же, мозга, то мы увидим, что вот эта вот область, вот она, СИИЧ, опять же, это кортикальная кромка та самая, то, собственно, вот рядом с ней расположена область, которая является предшественником гиппокампа. В ней расположены все те же самые радиальные клетки. То есть в этом смысле природа ничего другого не придумала. Здесь есть те же самые клетки Кахали-Ретсууса, которые расположены вот здесь. Но что происходит в этой зоне? В этой зоне у нас здесь есть между клетками кортикальной кромки есть особая зона, внутри которой расположены клетки, которые начинают бурно делиться и мигрировать вот в эту сторону. За счет чего у нас формируется вот такая своеобразная структура? Вот эти мигрирующие голубые клетки – это и есть те клетки, которые будут нашей будущей зубчатой фасцией в гиппокампе. Соответственно, в какой-то момент у нас, собственно, формируется структура гиппокампа, и видно, что, в принципе, нейроны пирамиды СА3 и СА1, они, в принципе, формируются точно так же, как обычные нейроны неокортекса из тех же самых радиальных клеток, и из клеток радиальной глии, которые просто мигрировали в этот слой и сформировали его. Соответственно, интернейроны гиппокампа, они приходят из тех же самых областей. То есть у нас это латеральные, медиальные и каудальные, ганглинальные возвышения и приоптическая область. То есть, соответственно, пути миграции, они все примерно те же самые, то есть у нас нейроны выбегают, и они добегают до гиппокампа, либо, если у нас это совсем каудальная область, то как бы они могут бежать в обратную сторону. И точно так же в гиппокампе у нас нейроны, пришедшие из двух разных областей, по большому счету, они формируют субпопуляции разных тормозных клеток. Ну, соответственно, вот здесь они выделены, опять же, различными маркерными белками. Ну и можно видеть, что они заселяют гиппокамп целиком. Ну, вот поскольку я сам занимаюсь силхолином, то я не могу не рассказать о том, откуда берутся холенергические клетки. Холенергические клетки берутся оттуда же, откуда же тормозные, на самом деле. Важно отметить, что у нас как бы есть вот эти все четыре зоны, латеральные, медиальные, каудальные возвышения, приоптическая область, и вот то, что здесь обозначено PL, то есть палеум, это на самом деле граница с палеумом и субпалеумом. Собственно, из этой области клетки точно так же мигрируют, и они, собственно, попадают в стриатум, они попадают в бледный шар, который здесь очень грубо обозначен, они попадают в будущие ядра, это медиальный септум, это диагональная полоска брака, это безымянная субстанция, то есть, соответственно, как бы они все мигрируют туда и приобретают фенотип уже не тормозный, а холенергический. Тут также важно отметить, что здесь вот есть такой момент, что из каудального гонгренарного возвышения как бы образуются холенергические нейроны в неокортексе. Вот это на самом деле такой очень и очень спорный момент современного нейросайенса, скажем так, потому что, в принципе, в неокортексе разные ученые одни находят, а другие не находят холенергические нейроны. Соответственно, вот многие из вас знакомы, например, с Андреем Розовым, соответственно, вот как бы у него есть работа, которая как бы показывает, что есть в неокортексе есть холенергические нейроны. Вот я сам красил лично, не видел. Вот. И как бы тут возникает некоторое противоречие условное. Возможно, разрешение этого противоречия заключается в следующем, хотя как бы это так вот детально никто не исследовал, но по всей видимости это так, что часть клеток, которые приходят из каудального возвышения, они действительно на начальных этапах антогенеза являются холенергическими. Но по мере созревания мозга они этот фенотип теряют и становятся просто гамм-холенергическими нейронами. Соответственно, как бы, поскольку вот, ну, например, та же самая работа, упомянутая мной Андреем Розовым, она сделана на трансгенных мышах, у которых в холенергических нейронах должна была происходить рекомбинация, и, собственно, они после этого должны были светиться зеленым цветом, то это могло приводить к следующему, что, грубо говоря, на начальных этапах формирования этих нейронов рекомбинация там происходила, потому что они были холенергическими, все по-честному. Но как бы потом они этот фенотип теряли, а, собственно, поскольку рекомбинация произошла, то это будет приводить к тому, что они будут помечены на всю жизнь вне зависимости от своего фенотипа. Теперь, ну, мы поговорили немножко о нейронах, откуда берутся астроциты. На самом деле астроциты берутся оттуда же, то есть у нас как бы есть клетки радиальной глии, они продолжают делиться, и, соответственно, вот если мы посмотрим вот на этот график, да, временную, то, естественно, здесь показаны времена для грызунов, то есть это мыши-крысы, в основном мыши, конечно, то мы увидим, что нейроны начинают формироваться раньше, и потом с некоторой задержкой из этих же самых клеток начинают формироваться астроциты, которые точно так же мигрируют в коре, и потом через какое-то время начинают формироваться олигодендроциты из тех же самых клеток. Но ситуация с олигодендроцитами, она на самом деле немножко посложнее. Штука заключается в том, что, собственно, латеральное и медиальное гонголионарное возвышение, они являются также источником клеток предшественников олигодендроцитов. И, соответственно, вот если мы посмотрим, то у нас есть на самом деле три волны миграции клеток предшественников олигодендроцитов. Но клетки, которые приходят, вот, собственно, сначала из медиального, потом из латерального возвышения, они, приходя в неокортекс, гибнут. Зачем эта миграция нужна, никто не знает. То есть практически вот из этих клеток, из первых двух волн не сохраняется ничего. Но клетки, которые потом начинают формироваться из, собственно, радиальных клеток неокортекса, да, собственно, вот они уже мигрируют, и, собственно, они уже являются теми предшественниками, из которых сформируются олигодендроциты, и они, собственно, сформируют вот мелиновые оболочки уже на аксонах нейронов. Теперь еще немножко остановимся на следующих моментах. Итак, вот у нас, если мы посмотрим на наш неокортекс сверху, вот здесь приведены условно покрашенные в разные цвета места, в которых клетки изначально экспрессируют различные ростовые факторы. То есть мы можем увидеть, что вот здесь FGF, в основном это FGF8, например. По краям у нас вот здесь вот белок SHH, Sonic Hedgehog. И, соответственно, вот в этих областях у нас в основном присутствуют белки каскада ВНТ и белки каскада морфогенов кости. Они, как ни странно, участвуют в формировании мозга тоже. Соответственно, это приводит к тому, что у нас клетки, которые, будущие нейроны, которые оказываются в разных областях, они оказываются в разном трофическом окружении, в существенно разном трофическом окружении. И это приводит к тому, что они у нас формируют разный фенотип. Поскольку на самом деле вот этих вот градиентов, ростовых факторов внутри мозга значительно больше, их просто можно как бы, этому можно посвятить отдельную лекцию, этих картинок будет очень и очень много, то это приводит к тому, что у нас как бы кора оказывается расчерчена вот этими границами присутствия ростовых факторов на разные зоны. И, собственно, это приводит к тому, что у нас образуется очень большое количество различных типов нейронов возбуждающих. Теперь еще остановимся на таком важном моменте. Вот я еще раз говорил, у нас есть такая вот эта часть, кортикальная кромка. И она на самом деле является очень важным таким источником, не только рядом с которым расположен будущий гиппокамп, но еще на самом деле источником клеток, из которых потом будет формироваться сосудистое сплетение головного мозга. Я очень коротко напомню, что у нас в желудочках головного мозга расположены два сосудистых сплетения, одно, собственно, вот в третьем желудочке и еще одно в четвертом. Соответственно, вот то сплетение, которое расположено в третьем желудочке, оно, собственно, и формируется из клеток, которые расположены рядом с кортикальной кромкой. эти клетки они продолжают делиться в них прорастают кровеносные сосуды и собственно после за счет этого у нас формируется вот это вот разветвленная сложная структура сосудистого сплетения которое ну потом уже во взрослом мозге является источником ликвара головного мозга теперь но очень коротко у нас вот есть микроглия я очень коротко напомню что это единственные клетки которые в нашем головном мозге шевелятся да вот ну можно посмотреть на вот это вот короткое микро видео и увидеть что микроглия она действительно своими отростками очень и активно исследовать пространство вокруг себя и если мы повредим ткань головного мозга то мы увидим примерно следующее микроглияльные собственно отростки они устремляются к месту повреждения чтобы его локализовать и потом инициировать восстановление ткани головного мозга как вот вы видите здесь вот это было открытие того что клетки микроглия реально шевелятся это его единственные как бы клетки головного мозга которые реально способны в том числе даже перемещаться это открытие было сделано в 2005 году двумя группами зависимо друг от друга это было очень неожиданно потому что до этого считалось что все клетки ну если они шевелятся то это происходит ну очень очень медленно с микроглией это не так теперь откуда разберется микроглия как вы успели заметить про микроглия до этого пока ничего не говорил кроме того что она есть на протяжении очень долгого времени считалось что клетки микроглии это такие клетки иммунные которые ну они блуждали по кровеносному руслу случайно зашли в мозг им там понравилось и они остались на всю жизнь но там был такой странный парадокс что клетки микроглии появлялись в том что будет ну как грубо говоря в будущем мозги только ну как бы они появлялись тогда когда в эмбрионе еще кровеносной системы нету и то есть как бы вот это был такой вот странный вроде они как бы должны были гулять по кровеносной системы и зайти и остаться но кровеносной системы не было и поэтому никто не знал как бы откуда они берутся то есть ну как бы все молча считали что это клетки крови и никто в детали вдаваться не хотел на самом деле в принципе источник их был выйди обнаружен всего лишь примерно 10 лет назад как это ни странно и собственно источником их является тот самый желточный мешок про который я говорил в начале когда описывал эмбриональные стадии развития штука в чем что желточный мешок он является источником иммунных клеток и в принципе клетки микроглии в этом смысле они очень похожи на иммунные клетки конечно же но они опять же мигрируют из желточного мешка намного раньше чем все остальные клетки значит вот здесь как вот в принципе поход показано временной ход то есть как бы если мы берем клетки желточного мешка то они отделяются иммигрируют в то что будет мозгом еще мозгом назвать даже нельзя очень рано то время как более позднее на более поздних стадиях клетки желточного мешка также начинает мигрировать и они уходят в печень которая у эмбриона является иммунным органом и уже оттуда собственно там происходит размножение иммунных клеток и оттуда уже выходят клетки в кровоток формируешься у эмбриона и там собственно вот эти вот клетки они уже формируют макрофаги которые присутствуют у нас везде во всех тканях это ну соответственно не здесь перечислены кожа печень почки легкие глотка и селезенок и так еще раз микроглии у нас появляется до того как у нас формируются первичные иммунные органы микроглия приходит из желточного мешка до появления кровеносных сосудов мозги и микроглия она у нас входит в мозг она как бы входит с пиальной поверхности то есть точно так же как кровеносные сосуды будущие ну и тут важно вот выделили я это даже выделил красным цветом что микроглия это не клетки крови потому что очень многие наши профессора до сих пор считают что это так это не так почему это важно особенно для тех кто собственно занимается вот но всякими нейроиммунными взаимодействия во первых это важно потому что в принципе в крови у нас плавают макрофаги эти макрофаги способны выйти в ткань центральной нервной системы в норму без всяких воспалений безо всего эти макрофаги формируют отдельную клеточную популяцию выполняющие свои собственные функции и эти клетки можно отличить по ряду маркеров от микроглии они выполняют свои функции которые отличаются от микроглии следующий важный момент макрофаги которые присутствуют в крови и которые выходят из крови на ткань мозга они могут присутствовать традиционно для макрофагов двух состояниях м1 и м2 соответственно что это за состояние состояние м1 она заключается в основном в том что эти макрофаги выделяют из себя цитокины которые привлекают другие иммунные клетки для атаки чужеродного какого-то материала или обломков клеток то есть грубо говоря у нас микрофаги говорят всем идите сюда здесь много вкусного это состояние м1 состояние м2 оно заключается в том что эти макрофаги они уже поняли что здесь ничего вкусного нету и сюда идти не надо и они соответственно начинают выделять противовоспалительные факторы и соответственно как бы это возникает ситуации когда у нас уже повреждение ткани локализовано и нужно начинать восстановление ткани в данном месте так вот вот эти вот состояния у микроглии отсутствует принципиально их просто до сих пор не удалось обнаружить более того весьма престижных журналах публикуются регулярно статьи с заголовками что м1 и м2 микроглии не существует но тем не менее выходит наверное какие-то уже сотни статей в которых люди обнаруживают м1 и м2 микроглию и и далее по списку хотя по большому счету это сводится зачастую к тому что люди просто неправильно интерпретируют свои собственные данные или путают микроглию и собственно те макрофаги которые присутствуют в кайф ткани мозга в норме соответственно как бы вот на этом первая часть она плюс-минус закончилась если у кого-то есть вопросы можете их вот по первой части пока что задать потом сделал небольшую паузу и собственно после нее тогда вторую часть прочитаем миграция клеток во взрослом мозге она как-то соотносится с миграции в эмбриональном развитии что такое миграция во взрослом мозге что вы конкретно имеете ввиду но у нас же есть нейрогенез да конечно там не происходит миграция и она конечно происходит но это в основном только для расстрального миграционного пути и в принципе как бы в данном случае но я имею ввиду те клетки которые вот у нас субвентрикулярной зоне присутствует да они мигрируют собственно сторону носа они мигрируют в принципе по тому же самому пути который также есть в эмбрионе то есть там есть такой же миграционный путь я просто про нее не рассказывал потому что ну этих миграционных путей на самом деле очень много и ну этому просто отдельную лекцию на посвящать это просто ну как бы весь этот курс я попытался очень ну самое основное как бы сейчас и заложить очень коротко потому что принципе про это можно рассказывать там в лекции 5-6 на самом деле проект развития но в принципе этот путь он и присутствует и он виде по всей видимости сохраняется спасибо так есть вопросы николая спасибо да я хотел спросить про то что как вот все бесконечное разнообразие фенотипов клеток мозга как бы по вашей лекции свелось к тому что все это зависит от разнообразия ростовых факторов которые распределены в мозге создают какие-то градиенты и так далее но меня от нюх из лекций осталось непонятно насколько это все изучена и и на этом как бы понятно ли кто при улью на какие клетки выделяют эти градиенты Brandt и растовые факторы понятно ли как то или каких ростовых факторов как хотя бы к основным практически каким-то там не и będzie тортом нейронов там чему соответствует как бы насколько это все изученную область. Спасибо. На самом деле это все достаточно сложно и не до конца изучено. Я просто не очень хочу вдаваться в детали, к тому же многих я еще деталей и не очень в курсе, честно признаюсь. Но, насколько я знаю, это не очень хорошо исследовано. Но да, то, что клетки Кахали-Рецеуса приходят из трех разных источников, это может быть тоже одной из причин, собственно, почему у нас формируются разные нейроны в разных областях. То есть они как бы тоже могут, по всей видимости, участвовать. Вот этот фактор может тоже играть свою роль. От Анны Канцеровой. Спасибо большое за лекцию. У меня возник вопрос, собственно, по первому слайду. Почему все-таки что случилось с этим человеком, у которого было отсутствие белое и серое вещество? То есть, насколько я понимаю, у него все клетки просто скопились в одном месте, и у них просто больше плотности? Или почему тогда формируется? Да, 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 я понял. Ну, то есть изначально, ну, как бы, вот то, что написано в этой статье, да, которая всего лишь полстраницы размером, в ней написано примерно следующее, что у человека были проблемы с ногами. Возникли проблемы с ногами где-то в возрасте 40 лет. Он пошел ко врачам, врачи посмотрели на ноги, поняли, что с ногами все в порядке, ну, значит, не в порядке с головой. Ну, соответственно, как бы никто не ожидал, что, ну, увидит то, что они увидели. Ну, а по большому счету, если говорить о том, как бы, что явилось причиной прям такой, ну, как бы это, я думаю, уже никто не скажет, но по факту, да, это нарушение миграции клеток, то есть вот этой самой радиальной миграции и деления клеток, собственно, которое привело к вот этому вот катастрофическому нарушению формирования мозга. То есть на самом деле тут как бы важно отметить какой момент, что ну, вот если мы посмотрим на мозг, да, как бы вот будущий, это у нас как бы такая трубка. И в принципе радиальная глия, она на самом деле присутствует по всему периметру. Я просто вот, ну, во второй половине там очень коротко расскажу про то, как формируется черная субстанция, вот. И, собственно, там механизмы все те же самые. То есть по большому счету вот это вот у нас формирование всех структур, она на самом деле плюс-минус задействует один и тот же самый механизм. И поскольку как бы у человека все структуры по большому счету не сформировались, то вот что-то, по всей видимости, привело к тому, что у нас вот эта миграция радиоклеток радиальной глии переднего мозга и среднего мозга, они были, по всей видимости, катастрофически нарушены. А что произошло, точнее, я не могу сказать. Хорошо, спасибо. Еще у меня второй вопрос. Вот всякие аутоиммунные заболевания, в том числе нарколепсия, за них ответственно, как считается, макроглия или микроглия, или микрофаги. Еще раз, вот извините, не понял вопрос. Ну, есть аутоиммунные заболевания в мозге, ну, то есть... Да, конечно. Вот, ну, насколько мне известно, например, нарколепсия считается аутоиммунным заболеванием. Ой, вы знаете, на самом деле, вот тут момент, касающийся аутоиммунных заболеваний, он очень... Особенно касательно, как бы, центральной нервной системы, это очень сложный вопрос. А, я прошу прощения, на самом деле, я не договорил один слайд. Сейчас я просто его тогда договорю, потому что есть один момент, про который я сначала расскажу слайд, а потом, собственно, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Ну, это, в принципе, можно во второй части. Не-не-не-не, это просто относится к первой части. Я, к сожалению, просто забыл рассказать. Соответственно, как бы, вот когда клетки микроглии созревают, да, в мозге, они на самом деле, когда они попадают в мозг, они на самом деле еще не обладают зрелым фенотипом микроглии, и для этого необходимо, чтобы эти клетки микроглии, они были активированы. То есть клетки иммунной системы уже, они взаимодействовали с клетками микроглии, и, собственно, это привело к тому, что у нас микроглия, она приобретает свой конечный, взрослый фенотип, и может выполнять свои нормальные функции. Если этого не происходит, то, собственно, это может привести к тому, что формируются всякие нарушения формирования центральной нервной системы. Но, опять же, это относится в основном к эмбриогенезу, к каким-то начальным стадиям развития. Насколько вот организм, у которого эти нарушения есть, будет нормально вообще функционировать во взрослом возрасте, это большой вопрос. Просто вот я сейчас покажу последний слайд, да, здесь вот есть небольшое такое видео. Я его просто сейчас запущу и буду, может быть, немножко останавливать по ходу. Собственно, вот есть у нас эмбрион, и если мы посмотрим на... Сейчас, одну секунду. Мы посмотрим на... Немножко заглянем внутрь, да, но у нас есть... К сожалению, вот сейчас... Не могу тут остановить посередине. Соответственно, у нас есть вилочковая железа, да, которого здесь показано. Клетки вилочковой железы, это источник Т-клеток в организме. Это одна из клеток иммунных популяций. Соответственно, вот эти клетки вилочковой железы, когда они попадают в кровь, эти Т-клетки, они выделяют... Вот видите, здесь летит такая звездочка. Это некий ростовой фактор, который, собственно, активирует микроглию. И в таком случае микроглия может выполнять свои функции по поддержанию плотности синапсов. Ну, как авторы считают, по крайней мере, от этого мультфильма. Вот. Но вот если посмотреть справа, да, вот на схему, которая у нас здесь есть, то, в принципе, зачем нужны вот эти вот Т-клетки иммунные? Очень коротко, значит, что такое Т-клетки и зачем они нужны иммунитету? Ну, про антитела у нас все слышали, и источником антител являются Б-клетки. Т-клетки являются неким аналогом. Разница заключается в следующем, что у нас как бы Б-клетки, они секретируют белки, и это антитела, это белок, который может взаимодействовать со специфическим антигеном. А Т-клетки, они, собственно, не секретируют эти белки, а у них просто вот, условно говоря, антитела привязаны к мембране. И они живут с этим антителом, привязанным к мембране, всю свою жизнь. И, соответственно, могут узнавать какой-то специфический антиген. Но для того, чтобы они это могли сделать, они должны созреть. То есть, как бы молодая наивная клетка, Т-клетка, когда она сформировалась, она попадает в кровь и ищет там мишень на протяжении определенного времени. Если она не находит этой мишени, то она просто умирает. Если же она находит ее, то в данном случае, как бы вот, по крайней мере, есть такая гипотеза, что микробиота, которая попадает к нам в организм после того, как мы родились, она, собственно, является первичным фактором иммунизации организма и активации тех Т-клеток, которые вначале у нас активируются. И, собственно, потом эти же самые активированные Т-клетки могут попасть в мозг и, собственно, сказать микроглию, что, в принципе, иммунная система функционирует, а можно жить дальше. Теперь возвращаясь просто к вопросу про аутоиммунитет. С аутоиммунитетом на самом деле вопрос очень сложный, потому что аутоиммунность заболевания подразумевает под собой не только то, что у нас какие-то макрофаги где-то чего-то не так делают. На самом деле аутоиммунные заболевания могут иметь в своей основе как дисфункцию макрофагов, так и дисфункцию Т-клеток, и это наиболее вероятно, так и дисфункцию Б-клеток, которые, например, формируют антитилак к чему-то там в нервной системе и, собственно, приводят к атаке иммунной системы на клетки центральной нервной системы. Соответственно, как бы вот то, о чем вы говорили, я не знаю, насколько вот как бы можно очень четко выделить, что вот в данном конкретном случае какое-то заболевание является условно заболеванием, связанным с макрофагами. Я вот, например, ну как бы вот так не возьмусь однозначно сказать. Хорошо, понятно. Спасибо. Есть еще вопрос от Эльдара Шансиева. Добрый день. Можно вопрос, да? Да-да-да. Собственно, я хотел два вопроса задать. Первый – это вот как вы считаете, ожидается ли открытие еще каких-то, ну, скажем так, клеток, у которых есть функция лесов или там скелета для миграции других клеток? То есть вот радиальная глия и клетки, которые вот таламы кортикальной связи объясняют. Вот остались ли какие-то связи, например, вот кортико-кортикальные, я не очень понял, как формируются, для которых нужна еще какая-то своя условная, ну, скелетные элементы. Ну, про кортико-кортикальные связи я чуть позже немножко расскажу. Ну, в принципе, на самом деле тут проблема немножко в другом, что как бы, если речь идет именно про вот клетки, как вот коридорные клетки, которые я рассказал вот при формировании талама кортикального пути, то, в принципе, они, ну, скорее всего, где-то еще есть, потому что у нас длинных путей очень много. Но важно отметить, что, в принципе, формирование, прорастание аксонов оно зачастую регулируется, ну, множеством других факторов, про которые, собственно, будет рассказываться во второй части лекции. То есть это как бы вот неэксклюзивно, все регулируется только клетками, которые, как сказать, должны специально сформироваться, прийти в определенное место, там выполнить свою функцию и после этого умереть. Собственно, как бы, ну, то, что я рассказывал про коридорные клетки, да, из них большинство, просто умирают. То есть они нужны только для того, чтобы вот, ну, как бы аксоны проросли. Насколько это происходит вот повсеместно, ну, я на самом деле не уверен. То есть это как бы, я так понимаю, вопрос, скорее всего, тоже обсуждаемый. Понятно, спасибо. И вот второй вопрос. Я же правильно понимаю, что, собственно, складча, то есть появление всех извилин, вот, оно связано уже не с какими-то там особыми типами клеток, а просто с разрастанием корковых нейронов и их связей. Или чего они так... Нет, на самом деле там как бы механизм формирования складчатой поверхности, он на самом деле мозга, но на самом деле достаточно сложный, и он не доказая изученный. Ну, будем честны. Одним из, собственно, вот механизмов является то, что, во-первых, источниками, как я сказал, являются уже не просто клетки радиальной глии, а вот эти вот внешние клетки радиальной глии, про которые я, собственно, рассказывал, они, по всей видимости, делятся более интенсивно и, собственно, дают большее количество клеток, за счет чего у нас, собственно, как бы возможно формирование вот такой вот складчатой структуры. Ну и кроме того, на самом деле, там есть определенные, также дополнительные факторы, которые, собственно, приводят к тому, что у нас изначально уже на стадиях эмбриональных, даже до того момента, как у нас уже сформировалось большое количество клеток, происходит в определенных местах и изгибание поверхности, ну, как бы эмбрионального мозга, условно, если так можно назвать. То есть, как бы этот механизм намного сложнее, он не до конца изучен. Понятно, спасибо. Есть еще вопрос от Надежды Прошвицкой. Да, здравствуйте. Большое спасибо за интересную лекцию. Меня особенно заинтересовала последняя часть про микроглию. И у меня, собственно, сложил... Ну, вот такой вопрос возник. Из данных литературы, которые я читала, я знаю, что микроглия может пребывать в нескольких состояниях, ну, в частности, в неактивном, как я правильно понимаю, активном. Более того, она может продуцировать про- и противовоспалительные цитокины. И у меня сложилось такое впечатление, что микроглия, ну, представляется бы, скажем так, особое подразделение иммунной системы. А верно ли это впечатление? Или же все-таки проводится четкая граница между микроглией и клетками иммунной системы? Ну, на самом деле, как бы, ну, правильнее было бы считать, наверное, все-таки, что это часть иммунной системы, да. Но, как бы, важный момент, что нельзя применять к ней те правила и определения, которые применяются к клеткам иммунной системы. То есть это точно абсолютно не так. То есть никому не удалось показать, что вот прям в явной форме, что вот микроглия, которая вот присутствует в мозге, она, например, может себя вести как макрофаги из крови. То есть вот эти вот М1 и М2 состояния, их нет. Хотя, в принципе, как бы, опять же, это касается уже интерпретации данных, которые люди получают скорее, а не как бы так сказать... Потому что обычно люди меряют какие-то цитокины, экспрессию цитокинов, еще что-то там, касающиеся этого. И, например, говорят, что вот смотрите, у нас, значит, стали появляться противовоспалительные цитокины. Это значит, у нас микроглия стала переходить в состояние М1 в состояние М2. И, ну, как бы дальше идут какие-то рассуждения. Хотя, в принципе, опять же, здесь есть изначально вот тот момент, что они просто неправильно интерпретируют свои данные. Состояния М2 как такового у микроглии нет. То есть действительно у микроглии есть несколько состояний. Она может между ними переходить. Это не просто состояние в микроглии, когда оно у нас покоящееся условно, и когда оно у нас там ассоциировано с каким-то очень тяжелым повреждением ткани, когда оно у нас так серьезно активировано. Есть еще ряд промежуточных состояний, но они не характеризуются, опять же, вот так, как характеризуются макрофаги крови. То есть это делать нельзя. Спасибо большое. И еще Виталий Михайлович Мерклюдов. Здравствуйте. Ну вот вопрос такой. Уже сейчас спросили про кортикокортикальные связи. Я хотел бы дополнить вопрос про формирование интракортикальных связей. Будет затронут в вашей второй части? Нет, нет, нет. Я про внутрикортикальные связи рассказывать не буду по большому счету. Нет, я буду рассказывать в основном про формирование связи и то, как клетки, в принципе, узнают друг друга. Хорошо. Еще тогда вопрос по поводу кортикальных пирамид. Ну, например, пятый-шестой слой возьмем. Они, в принципе, морфологически выглядят одинаково, все эти нейроны. Но вот как гистохимические или по другим свойствам они могут отличаться по происхождению? Нет, смотрите, как бы все нейроны пятого-шестого, ну, условно, как бы, как я сказал, вот нейроны шестого слоя, да, они получаются первой миграцией, да, из части оставшихся клеток субпластинки, вот, а клетки пятого слоя, они получаются только вот однозначно только миграцией прекурсоров из радиальной глии. А вот это разнообразие, которое есть, вы есть, и вот речь идет про то, что насколько все пирамиды пятого слоя друг на друга похожи. Нет, они не все похожи. Есть пирамиды, которые будут отличаться друг от друга по молекулярным маркерам. Но чисто электрофизиологически, насколько это будет вот в явной степени видно, я вот прям вам сказать точно не могу. То же самое, видимо, касается третьего-четвертого слоя, да? Ну, да, 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 конечно. Спасибо. Да, давайте тогда сейчас прервемся. Да, еще утро. Приветствую вас. Второй раз. Сейчас у нас будет вторая часть лекции. Так, только что-то она не листается. А вот. То есть, соответственно, она будет посвящена в основном взаимодействию клеток во время формирования мозга. На самом деле, как бы, эта тема, опять же, очень и очень обширная. И я выбрал такие, ну, наиболее популярные, скажем так, среди исследователей определенные мишени, про которые я расскажу. Потому что, на самом деле, поскольку частей головного мозга и молекул их на самом деле очень и очень много, и я расскажу только про часть из них, то, конечно, заранее прошу прощения, что не рассказал про все, потому что, с другой стороны, у меня просто про все рассказать времени и не хватит. Итак, у нас есть некоторые основные простейшие правила, в соответствии с которыми у нас формируются контакты между клетками, а также осуществляется их миграция. Они, собственно, представлены здесь очень просто на рисунке. Заключаются они в том, что какая-то группа клеток или даже не группа клеток, а их отростки могут секретировать какие-то факторы, которые могут привлекать к себе клеточные отростки либо отталкивать их. Соответственно, другое тоже очень простейшее правило заключается в том, что клетки могут на своей поверхности экспонировать какие-то молекулы, которые могут быть привлекательными для клеточного отростка, либо, наоборот, приводить к тому, что клетчатый отросток у нас будет отталкиваться от этих факторов. Если мы очень примитивно взглянем на вот эти молекулы, которые участвуют во всех этих процессах, то можно выделить условно четыре таких семейства, хотя на самом деле их больше. Первое – это семафорины и их рецепторы, это белки, которые можно называть селит-роба, это эфрины и их рецепторы, и это нейтрины и их рецепторы. Соответственно, каждая группа, она включает в себя либо секретируемый белок и его рецепторы, либо поверхностный белок и его рецепторы. То есть, соответственно, сейчас мы чуть поподробнее взглянем на семейство этих белков и их рецепторов, и потом я на каких-то примерах покажу, как бы, как они работают и что они делают. Итак, вот эта вот такая вот пёстрая картинка, она показывает, собственно, основные белки-семафорины и их рецепторы. Соответственно, вот поскольку мы в большинстве с вами работаем с млекопитающими, то и позвоночными, то есть, соответственно, нас интересуют вот эти вот семафорины, которые вот расположены вот здесь. То, что мы вот здесь, вот, например, если мы посмотрим на семафорин-3, то он существует не один, а их существует множество вариантов, начиная от АДЖ. То же самое для четвёртого. Семафорин-7, например, существует только один. Для каждого из этих семафорин... Все эти семафорины немножко друг от друга отличаются, в том числе тем, что у них есть в наличии вот эти вот места, которые помечены такими короткими знаками молнии. Это места, где их режут различные протеазы. Что это значит? Это значит, вот если мы внимательно посмотрим на эти белки, то мы увидим, что, например, четвёртый, пятый, шестой это заякоренные белки. Но внеклеточные протеазы могут отщеплять внеклеточный домен, и он у нас становится сразу белком, который может диффунтировать в внеклеточном пространстве и что-то делать. Следующий такой же момент касается того, вот, семафорина-3. Это на самом деле такая очень широко исследуемая группа семафоринов, потому что она очень-очень много где во всем, в чём участвует. Но тут есть одна проблема, что он очень так активно имеет несколько сайтов расщепления, и всегда очень сложно разобраться, а что же там подействовало в реальности при регуляции либо клеточной миграции, либо формировании отростков, какой из этих доменов оказался наиболее существенным. Следующий момент это их рецепторы. У нас есть рецепторы, это плексины основные. Они, собственно, вот здесь, те, которые есть у нас с вами, они, собственно, опять же, объединились вот здесь в одну группу. И опять же, те, кто входит в группу А, например, их на самом деле четыре вида, а, например, Ц1 и Д1 их всего лишь по одному. И также есть ещё нейропилины. Но также важно отметить, что на самом деле рецепторы семафоринов и их фрагментов на самом деле их находят и ещё до сих пор. Кроме того, важно отметить, что плексины являются рецепторами не только семафоринов, но и других белков и могут выполнять свои функции независимо от семафоринов. То есть здесь на самом деле мы оказываемся как раз в ситуации, когда система сигнальная устроена очень и очень сложно. Итак, давайте вот на очень простом примере посмотрим, как работает система семафоринов. Эта система вот здесь она внизу показана. У нас есть зубчатая фасция гиппокампа и есть зона СА3. То есть у нас есть пирамиды зоны СА3. Вот Наталья Вячеславовна Баля рассказывала собственно морфологию гиппокампа, как что устроено и вы знаете, что аксоны гранулярных клеток, они когда прорастают, они формируют синапсы на нейронах зоны СА3 в очень узком слое, который находится очень близко к телу нейронов СА3. Этот слой называется стратум люцинум. Каким образом это достигается? Вот если мы посмотрим на картинку, которая у нас вот здесь показана, мы увидим следующее, что если у нас есть некоторый плексин и он взаимодействует с семафорином, который присутствует на другой клетке, то это может запустить процесс отталкивания аксона. Но если у нас если у нас на этой второй клетке присутствует другой плексин, который связывает этот семафорин, то отталкивания не возникает, потому что как бы элегант с рецептором уже связались и вот этот плексин он не активируется и не запускает систему. Посмотрим теперь на нашу систему. зубчатая фасция СА3. Нейроны зубчатой фасции экспрессируют на себе плексин А4, а нейроны СА3 экспрессируют на себе семафорин 6А, который с этим плексином взаимодействует и запускает систему отталкивания. То есть у нас аксон, он не может в принципе прорасти вот в эти вот синие зоны, которые здесь показаны. Но у этих нейронов в принципе вот на этом начальном сегменте дендрита апикального присутствует флексин А2, который связывает семафорин 6А, который есть у этого же нейрона. Таким образом, у нас здесь возникает узкий коридор, в который собственно и устремляются аксоны зубчатой фасции. И таким образом формируется вот этот слой стратум люцином. Другой чуть более сложный пример, который показывает насколько сложно устроена сигнальная система, связанная с семафорином. Она заключается в следующем. Итак, у нас есть нейроны, которые расположены в субикуме. То есть это как бы промежуточная зона между неокортексом и гиппокампом. У нас есть нейроны зоны СА1 и СА3. Нейроны СА3 они имеют аксоны, которые выходят из гиппокампа и собственно они идут в контралутеральный гиппокамп, а также могут идти в другие структуры, например, как вот здесь показано в септум. То есть у нас аксоны зеленые, это из зоны СА3 идут, собственно они выходят, покидают структуру и идут либо в контралутеральный либо в септум, как здесь показано. Нейроны субикулома тоже пускают свои аксоны и для того, чтобы на самом деле прорасти очень далеко, они используют аксоны зоны СА3. То есть они на самом деле растут вдоль аксонов зоны СА3. Это обеспечивается тем, что у нас еще раз нейроны СА3 они экспрессируют семафорин 3Е, а нейроны субикулома экспрессируют вот такой сложный комплекс плексин D1 нейропилен 1, которые являются оба рецепторами семафоринов, а также еще они экспрессируют рецептор фактора роста эндотелия, сосудистого эндотелия, то есть VEGF. Из этих рецепторов образуется очень сложный комплекс, который собственно приводит к притяжению двух данных аксонов. То есть у нас как бы нейроны субикулома, они растут вдоль аксонов субикулома, у нейронов субикулома растут вдоль аксонов СА3. Соответственно, вот если мы посмотрим на другую картиночку, которая здесь может быть не столь хорошо видна, это как прорастают аксоны стриатума и кортекса. Здесь показан немножко другой пример, связанный с тем, что ядро таламуса, ретикулярное ядро таламуса и бледный шар, которые расположены, ну, в принципе, достаточно плотно, здесь они просто так вот показаны, они экспрессируют один и тот же семафорин, семафорин 3Е, тот же самый, который экспрессируют аксоны зоны СА3. Но аксоны стриатума, они экспрессируют только поликсин Д1, то есть здесь, если у нас есть комплекс из трех белков, то здесь есть только один, и это активирует совсем другой сигнальный путь, что приводит к отталкиванию аксонов и прорастанию его, соответственно, в направлении среднего мозга. Вот это направление, то есть, как бы у нас есть остриатом и кортекс, они формируют вот такой вот путь, это, собственно, путь, такой пучок аксонов, который частью своей формирует структуру, называемой кортикальная ножка, то есть кортикал пидунку. Мы с ней чуть попозже встретимся, потому что как бы эта структура сама по себе вот уже когда она проросла, она тоже является источником определенных факторов. То есть здесь мы вот как бы примерно понятно из этой картинки как бы как происходит формирование вот этого направления и сама по себе вот эта структура формируемая, она тут тоже будет являться ключом для формирования других структур. Следующее семейство, про которое я говорил, это робослит. У нас есть три белка входящих в них, они примерно одинаковые. У них есть сайты расщепления, то есть как бы есть протеазы, которые внеклеточные, которые щепят эти белки, формируя несколько пептидов, ну или там вот таких больших пептидов или маленьких белков, которые собственно способны активировать разные каскады. И соответственно у нас есть всего четыре рецептора с первого по четвертый, которые очень похожи по своему строению. Если мы посмотрим немножко на то, как устроен сигналинг, который сопряжен с этой сигнальной системой, он устроен следующим образом, то есть у нас как бы белки сэлит взаимодействуют с белками роба, да, и соответственно могут запускать какие-то внутриклеточные каскады, связанные с направлением движения аксонов или клеточной прориферацией и миграцией. Кроме того, может происходить следующее. Взаимодействие вот этого белка с рецептором может приводить к тому, что меняется белка, конформация этого рецептора и становится доступным сайт разрезания рецептора. То есть в результате у нас связывание леганда с рецептором приводит к тому, что рецептор просто исчезает, потому что он срезается. После этого может быть активирован дополнительный сигнальный путь, в результате которого у нас отрезается и внутриклеточная часть рецептора, который является транскрипционным фактором, запускающим какие-то сигнальные касканы. Важно еще обратить внимание на вот эту схему, которая здесь также показана. Показано здесь следующее, что на самом деле белки слит полноразмерные, они могут быть расщеплены. И вот эти различные части могут взаимодействовать внимание обратите например с плексином 1А, 1А1. То есть это рецептор семафорина. Другой момент, у нас есть не только рецептор робот здесь, но и рецептор ДСК. Этот рецептор у нас встретится еще чуть позже, потому что это рецептор другого сигнального пути. То есть на самом деле вот эти сигнальные пути, они очень-очень плотно переплетаются и как бы выяснять кто из них, когда и какая часть данной молекулы сыграла какую роль очень сложно. Давайте вот просто посмотрим на то, как например эти белки участвуют в формировании внутри кортикальных связей, ой, межкортикальных связей. То есть у нас происходит что? Что как бы нейроны расположены во втором-третьем слое, они у нас формируют параллельные проекции и собственно часть этих аксонов направляется в другой полушарий. Они экспрессируют оба белка, оба белка рецептора, это робо-1 и робо-2. Ну и как вы видите, вот здесь у нас это все подкрашено таким вокруг розовеньким цветом. Это наличие белка солид-2. Оно активирует сигнальный путь, который приводит к отталкиванию. Важно, вот если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что как бы убирание этого белка приводит к тому, что часть аксонов все-таки прорастает, а другая часть она у нас в своем направлении не теряет. Замечу так вот немножко в скобках, то есть как бы что вот это прорастание, которое здесь все-таки присутствует, оно обусловлено тем, что на самом деле организм не надеется на одну сигнальную систему, а использует сразу несколько. И здесь вот это направление осуществляется с помощью семафоринов. То есть здесь на самом деле, как я говорил, если рисовать карту всех, присутствия всех рецепторов сигнальных путей, она будет очень-очень сложной, многоцветной и такой многоразмерной. теперь, если мы посмотрим на формирование опять же кортикоталомических связей или таломокортикальных, да, вот они здесь как бы и то и другое здесь в какой-то степени представлено, мы можем заметить, что вот как бы у нас нейроны, которые присутствуют в пятом слое, да, они, прошу прощения, нейроны, которые присутствуют в шестом слое, вот они посылают свои проекции в таламус, да, и штука заключается в том, что как бы у нас в том числе и часть этих аксонов, она уходит, собственно, вот в эту вот кортикальную ножку, да, и, собственно, как бы часть этих аксонов, она направляется тоже с помощью белков с лид-2, то есть вот если мы посмотрим здесь, у нас собственно очень небольшая часть аксонов в случае исчезновения вот этой вот зоны заворачивает для формирования кортикальной ножки, да, опять же, как бы у нас вот здесь вот эта вот розовая зона, которая здесь обозначена присутствием белка с лид-2, секретируемого, если ее убрать, да, то у нас как бы в этом месте начинается сразу ветвление аксонов и исчезает то самое отталкивание, которое важно для направления вот этих вот кортикоталамических связей. Соответственно, если мы уберем все белки вот здесь, как вот здесь показано, вообще по факту всю сигнальную систему, то у нас аксоны начнут расти вообще как попало. Но как я заметил, вот здесь вот эта вот связь, она все равно останется, она останется именно потому, что используется другая сигнальная система. Следующие белки это белки нейтрины, их рецепторы. Нейтринов у нас существует в принципе 4 штуки. Вот они здесь представлены. Нейтрином 2 не существует. Вернее, он существует, но он есть только у рыб. То, что нам в принципе не очень интересно. И соответственно, есть еще белки, которые называются нейтрины, G, у них есть якорный домен, который зацепляет их за мембрану, потому что сами нейтрины являются целиком и полностью секретируемыми белками. Если мы посмотрим вот на эту схему, которая здесь представлена, то мы увидим, что сами белки нейтрины взаимодействуют с очень большим количеством всяких рецепторов. В том числе и DS-кам, которые мы встречали раньше, потому что он взаимодействует с белками, с фрагментами белка слит. То есть, на самом деле, у нас вот эта сигнальная система, она очень сложная. Кроме того, здесь же, как вы видите, интегрины, которые тоже как бы не очень специфические рецепторы, взаимодействующие с различными внеклеточными белками. если мы, соответственно, посмотрим на то, как это немножко работает на молекулярном уровне, мы увидим, что если у нас белки нейтрин 1, например, здесь для примера показан, взаимодействуют с рецептором DCC, то это активирует притяжение аксона или дендрита во время его роста к мишени, к той мишени, которая, собственно, выделяет нейтрин 1. Если у нас нейтрин 1 взаимодействуется белком УНК с рецептором УНК, то возникает кратковременное отталкивание. А если у нас формируется комплекс из DCC и УНК, то отталкивание будет на самом деле очень сильным, то есть, грубо говоря, у нас клетка, она отросток просто начнет сворачиваться и она просто уберет отросток из этого направления. Если, грубо говоря, она почувствует, что кто-то здесь выделяет нейтрин. Соответственно, если вот мы рассмотрим это сигнелинг нейтрина на примере формирования черной субстанции. Собственно, эти данные, вот как я здесь показываю внизу, они были получены всего год назад. К этому моменту уже было известно, что нейтрин это один из, собственно, таких вот молекул критичных для миграции и формирования клеток во время эмбриогенеза. Какую роль он здесь, собственно, выполняет в формировании нейронов черной субстанции? Соответственно, если мы возьмем, вот у нас есть сформировавшийся какой-то мозг эмбриона и сделаем поперечное сечение в этом месте, то есть там, где у нас будет дальше формироваться черная субстанция. Как я уже говорил, у нас это, как бы, опять же, трубка, то есть, соответственно, вот здесь условно это поверхность желудочка, и в этой трубке точно так же распоио формируют точно так же клетки радиальной глины. Клетки радиальной глии при этом сами секретируют нитрин. То есть, когда она делится, получившийся предшественник, он экспрессирует на себе рецептор DCC, и за счет этого клетка радиальной глии, она притягивает к себе, собственно, предшественник нейрона, и она, и предшественник, он начинает просто ползти по этой клетке. Это приводит к тому, что у нас как бы в результате клетки сползают к внешней поверхности будущего мозга, скажем так. Но, как вы видите, вот здесь есть такая структура, это называемая SCP, это та самая кортикальная ножка. Это те самые аксоны, про которые я уже рассказывал несколько слайдов назад. Те, которые идут из триатума, и они же идут из кортекса, то есть, там на самом деле идет такой достаточно толстый пучок, и этот толстый пучок, он является источником вот этого самого белка нейтринодин. Зачем он в данном случае нужен? Вот здесь, вот здесь, собственно, на этой схеме не показано, но вот здесь выше, если мы как бы продолжим так воображаемый этот срез, есть специальная зона, которая является источником тормозных клеток для среднего мозга. Эти клетки частью своей экспрессирует рецептор ДСК. Нитрин, который является свободно диффундирует, ну, условно свободно диффундирует, он взаимодействие с этим рецептором приводит к тому, что клетки, имеющие ДСК, начинают в эту сторону диффундировать. И, соответственно, как бы они останавливаются прям рядом с этой самой кортикальной ножкой, и у нас формируется в результате то, что является черной субстанцией. То есть, соответственно, первая популяция клеток это, собственно, те клетки, которые у нас будут синтезировать дофамин, а вторая популяция, ну, и, собственно, это то, что является компактной частью черной субстанции, а вторая часть, это ретикулярная часть, которая не содержит в себе собственно дофаминологических клеток, а содержит в себе только гамакологические тормозные клетки, и, собственно, она формируется из другой популяции, но привлекает ее тот же самый нитрин-1 сюда. То есть, мы как бы оказываемся, вот таким образом у нас формируется нитрин участвует в привлечении клеток в определенную зону. Следующее, это белки эфрины и их рецептор. С ними все намного сложнее, потому что, как вы видите, у них есть как специальное взаимодействие, как, например, эфрина-1а, например, взаимодействует только с рецептором ФА1. В то же время, как бы, например, все остальные, они практически не специфично взаимодействуют со всеми остальными. То есть, здесь как бы у нас леганды и рецепторы, они им по большому счету все равно, с кем связываться. И в большинстве случаев это так. Что мы можем как бы отметить? Что у нас есть, что все эфрины, они связаны с рецепторами. Как А, так и Б. То есть, единственным отличием заключается в том, что у нас эфрины БС имеют еще и внутриклеточный домен. Их связывание, опять же, присутствие леганды на одной стороне и рецептора на другой стороне, оно приводит к тому, что у нас запускаются опять же какие-то сигнальные каскады, связанные с отталкиванием или протяжением клеток друг к другу. Собственно, вот этот слайд был в предыдущей части, и теперь мы его посмотрим немножко по-другому. Вот здесь разными частями окрашены области мозга, экспрессирующие разные эфрины и их рецепторы. За счет этого, собственно, и достигается та специфичность миграции интернеронов, которая есть. Соответственно, у нас как бы определенные клетки, которые расположены здесь, они экспрессируют на себе, ну, например, F-рецептор А4, а нейроны, которые, ну, или предшественники нейронов, они, соответственно, экспрессируют эфрин, который позволяет им осуществлять миграцию внутри этой области и при этом не попадать в область будущего стариатома. Или, например, если это нейроны из приоптической области, чтобы они не заходили в эту область, а мигрировали только внутри. Соответственно, если вот мы посмотрим таламок и артикальные связи, то у нас есть ядра таламоса, у нас есть будущая кора, соответственно, у нас есть моторная область, сама сенсорная, а зрительная. Если мы посмотрим, как расположены градиенты экспрессии от упоминаемых мной, собственно, вот этих направляющих молекул, мы видим, что, например, эфрин, опять, его здесь мало, здесь много, нейтрино здесь мало, здесь много, ну и так далее. Соответственно, как бы, когда они клетки отращивают свои аксоны внутри вот этого коридора, где у нас собственно существуют вот эти самые коридорные клетки, про которые я рассказывал, то внутри даже этого коридора есть вот эти градиенты и они сохраняются. То есть, грубо говоря, у нас аксоны, когда они выходят из таламуса, они достаточно быстро разделяются по тем кластерам, которые должны прийти в определенные области коры. И, собственно, потом они уже по ходу дальше разделяются и приходят туда, куда нужно. Собственно, на этом как бы вот часть, посвященная молекулам, которые управляют миграцией, она на самом деле закончена. И вторую часть я посвящу немножко другому вопросу, которое условно можно назвать синаптическая специфичность. в чем, собственно, заключается вопрос. Если мы очень тривиально посмотрим на нервную систему, то мы поймем, что это, ну, как бы некоторая сеть связанных между собой нейронов. И что мы можем сказать об этой сети? Мы можем сказать следующее, что на самом деле нейрон может, некоторый выбранный, формировать связи, ну, например, сам с собой, а может формировать связи с другими нейронами, в том числе нейронами своего типа, и при этом первое, нейрон в принципе будет знать с кем, с каким типом нейронов он формирует связи. То есть, грубо говоря, аксон у него будет один, но синаптическая связь, которая сформирована здесь условно обозначена кружочком, будет по своим свойствам отличаться от синаптической связи, которая обозначена треугольничком. Что это значит? Это значит, что набор медиаторов там будет тот же самый, потому что нейрон, который выбрасывает, тот же самый. Но синаптические свойства, его ответ на активацию, на прохождение потенциала действия или патчик потенциала действия, что более существенно, он будет отличаться вот в этом и этом синапси. И кроме того, если мы возьмем еще там вот этот и вот этот, то, скорее всего, это будет тоже отличаться, несмотря на то, что этот нейрон, он один, но он точно знает, с кем он разговаривает. Соответственно, есть еще следующая закономерность, что в принципе нейроны, если мы возьмем неокортекс, ну и на самом деле в принципе большинство нейронов там, ну, как бы тоже гиппокампа, то мы увидим следующую зависимость, что в принципе нейроны очень редко формируют синапсы сами на себе. То есть есть клетки, которые синапсы сами на себе формируют в норме в мозге, но таких на самом деле не очень много. То есть в большинстве случаев нейрон каким-то образом знает, что в принципе он, если формирует синапс, то он его формирует сам на себе. Что мы еще знаем про такую вот, ну, в принципе, синаптические свойства. Мы знаем, что, например, если мы сажаем культуру и высаживаем в нее суспензию нейронов, то если нейрон не сформировал синаптические контакты с другими клетками, то он просто умрет. То есть присутствует наличие синапса, оно критически важно. Кроме того, мы знаем, что в принципе нейроны в культуре могут даже сформировать синапсы сами на себе, несмотря на то, что в норме в принципе эти нейроны сами на себе синапсы даже не формируют никогда. То есть, грубо говоря, от безысходности и от стремления выжить, как бы, нейрон может начать сам себя стимулировать. И в принципе это даже то есть такая популярная, такой популярный объект для исследования, который называется Аутапс. Это когда нейрон в культуре сформировал синапсы сам на себе и вам для исследования свойственной синаптической связи достаточно запетчить один нейрон, стимулировать его и видеть в нем самом же ответ. То есть, вы как бы будете что-то исследовать, только другой вопрос. Какое-то отношение имеет к реальности, но люди этим занимаются. Теперь, как бы, как у нас собственно нейроны узнают, с кем они связаны и как они узнают себя и отличают себя от других. Потому что на самом деле, если так подумать, то у нас когда аксон растет, то он естественно натыкается на свои собственные дендриты и куда уж проще сформировать синаптическую связь с самим собой, чем с каким-то своим соседом зачастую. Но вот это зачастую не происходит. То есть, как бы клетка точно узнает, что она сама себя потрогала, и как бы самой с собой синаптический контакт она формировать не будет. Узнавание типов нейронов, то есть, между собой, не всегда понятно, чем обусловлено. Для некоторых типов нейронов эти белковые молекулы описаны. То есть, на самом деле, определенные типы нейронов, они экспонируют определенные рецепторные белки, которые говорят, что условно я парвальбумин положительный тормозный интернейрон, а я саматостатин положительный тормозный интернейрон, а я пирамида. то есть, они всегда показывают визитные карточки друг к другу, чтобы синапсы были сформированы правильно. Эти визитные карточки не всегда известны. Некоторые из них известны, некоторые нет. Поэтому, собственно, на этом моменте я остановиться не буду, а я расскажу немножко про другое, как бы, как нейрон узнает сам себя. Потому что этот вопрос, он на самом деле на нем были сфокусированы исследования очень многих исследователей, ставились очень-очень остроумные эксперименты, которые на самом деле не давали никакого конечного ответа на вопрос. Потому что, конечно, все время был спор о том, как нейрон узнает, что клетка потрогала сама себя или какого-то другого. Потому что, ну, всегда было там, что как-то внутри клетки передается какой-то сигнал от места контакта, так что он начинает отталкиваться. Другие говорили, что нет, у нас помимо ранее там что-то бежит, там еще что-то там. Но на самом деле, как бы, в результате весь этот спор был разрешен не физиологами, а молекулярщиками, которые в результате стали искать белки с определенными структурами, потому что изначально возникла такая мысль, что у нас есть иммуноглобулины, и они обладают просто фантастической способностью к вариабельности, да, не мне вам объяснять, что антител у нас может быть какое-то фантастическое количество, я имею в виду видов разных, для разных антигенов, и, соответственно, как бы изначально возникла гипотеза о том, что клетки, каждая клетка может экспонировать на своей поверхности какой-то такой вот уникальный иммуноглобулин, который будет уникален для данного типа клетки, соответственно, как бы она себя этим иммуноглобулином щупает и понимает, что это она сама. Но потом как бы пришло понимание, что на самом деле как бы по всей видимости, ну, иммуноглобулины все-таки это иммунная система, а должны быть иммуноглобулин подобные белки. И после недолгих поисков они были обнаружены сначала у беспозвоночных, а потом у позвоночных. Соответственно, если мы рассмотрим как бы ну, вот я этот слайд пропущу, собственно, я про это уже рассказал. Если мы рассмотрим, собственно, беспозвоночных, то что там было обнаружено? Было обнаружено, что есть рецептор ДСК. Тот самый, который мы уже встречали выше. И он является собственно у позвоночных, то есть как бы у нас рецептором нейтринов. Но эволюционно так сложилось, что насекомые от нас, вот мы, по крайней мере, дрозофилов, расположены очень-очень далеко. И у них этот ген устроен совсем не так, как у нас. Или у крыс, или у мышей. В данном случае неважно. В чем заключается особенность? Такой особенность заключается в следующем. что если у нас вот эта вот есть последовательность ДНК, то мы видим, что у нас есть первые три экзона, и они являются стандартными и присутствуют во всех белках ДСК. Но экзон-4, он имеет 12 вариантов. Экзон-6 имеет 48 вариантов. Экзон-9 33 вариантов. Что это значит? Это значит, что клетка дрозофила может произвольным образом выбрать некоторую комбинацию экзонов. То есть если у нас первые три, пятый, седьмой, восьмой и все остальные, они более-менее константные, то вот эти вот четвертый, шестой, девятый, они могут быть выбраны клеткой самой. Как ей бог на душу положит. соответственно, у нас возникает большое количество белков, которые отличаются между собой вот этими доменами. И, условно говоря, белок можно представить вот такой схемой, внутри которой у нас есть иммуноглобулин подобные домены, здесь они обозначены как 2, 3 и 7, которые кодируются экзонам четвертым, шестым и девятым. Какая форма вот этого вот иммуноглобулин подобного набиона здесь будет присутствовать, зависит от того, какой из них, какой из вот этих вот экзонов клетка выбрала. Соответственно, у нас происходит так называемое гомофильное связывание. Это значит, что иммуноглобулин подобный домен может связываться только с самим собой. И если там присутствует не похожий, то связываться с ним этот домен не будет. Соответственно, в случае, если у нас клетка сталкивается с самой собой, у нее на поверхности торчат идентичные белки. Эти идентичные белки формируют сигнальный комплекс, который в результате запускает отталкивание. То есть, грубо говоря, происходит клетка в данном случае надеется на некую комбинаторность того, что происходит. Соответственно, если мы посмотрим, что будет происходить, если мы у нас просто сделаем, уберем, например, ДСКамб белок из одного из нейронов, то мы увидим, что в нервной системе дрозофилы прорастания собственно аксона. Раньше оно в норме происходило таким образом, сейчас оно происходит таким образом, то есть, грубо говоря, у нас вот это самое отталкивание не происходит и формируется неправильным образом. Если мы возьмем там сенсорные нейроны, то же самое дрозофилы, то что мы увидим? Вот у нас есть два нейрона, высаженные в чашку, то есть, это культура. И, в принципе, дендриты этих клеток, они расположены в такой регулярной структуре, которая поддерживает их отталкивание друг от друга, относительно друга. Если мы сделаем мутантный нейрон, у которого вообще нету белков ДСК, то это приведет к тому, что дендриты будут лежать как попало, то есть, они будут скручены, сами пересекать себя, им будет все равно. Ну, или мы можем сделать такую искусственную систему, в рамках которой мы оставим только один вариант каждого их зона. То есть, у нас, грубо говоря, белок ДСК будет один для всех. В таком случае мы окажемся в ситуации, когда у нас два нейрона, они, наталкиваясь дендритами друг на друга, не смогут прорастать в зону другого дендрита. То есть, грубо говоря, то, что у нас происходит вот здесь, они пересекаются и свободно прорастают, то в данном случае происходит просто отталкивание, потому что клетка, наталкиваясь на чужой дендрит, понимает, что это свой собственный и, собственно, как бы заворачивает с пути. Теперь, если мы посмотрим на позвоночных или, в частности, млекопитающих, то мы окажемся в ситуации, когда вот этот белок ДСКМ, как я говорил, это уже рецептор нейтрина, и там нету никаких вариантов экзонов. То есть, если мы просто зайдем в базу данных и посмотрим на структуру этого гена, структура гена ДСКМ1 кодирует всего один белок. Он один, без всяких сплайс-вариантов, никакого разнообразия там нет. То есть, соответственно, искать в этом месте бессмысленно. Соответственно, молекулярно-биологические поиски, они привели к тому, что был найден геномный кластер, который содержал очень странные, похожие повторы. И впоследствии было показано, что, собственно, они-то и являются, этот кластер ответственен за то, чтобы формировать белки, которые клетка может экспонировать на своей поверхности и с помощью этих белков узнавать себя любимую. Эти белки называются кластеризованные протокотгерины. Кластеризованные они называются потому, что они расположены в определенном геномном кластере фактически на одной прямой линии, на одной цепочке ДНК. Прошу прощения. Соответственно, что у нас здесь как выглядит? Мы видим, что у нас есть альфа, бета и гамма варианты данного гена. И у каждого из этих вариантов присутствует возможность использовать не один или несколько их зонов, а в данном случае считывание происходит с одного из альтернативных промоутеров. В данном случае у нас ген у альфа есть промоутеры с первого по двенадцатый. Есть еще также константный домен, который может присутствовать. Их тоже два варианта. Есть 22 варианта бета. Есть также еще у гамма у нее есть 12 вариантов гамма альфа и гамма бета. В данном случае может произойти выбирание не одного а двух альтернативных промоутеров в данном сегменте. И также константный домен, который может тоже варьироваться в данном случае. То есть у нас на самом деле клетка имеет перед собой выбор. Она может выбрать из нескольких генов и начать считывать какой-то из этих белков. Что происходит? Если мы посмотрим на вот внизу сначала вот здесь на схему протокотгерины они устроены следующим образом. У нас белки имеют домен, который их заякоривает в мембрану и соответственно нижняя часть, которая приводит к тому, что они могут взаимодействовать друг с другом, образуя вот такие вот пары. Если у нас клетка касается сама себя, то набор протокотгеринов, который она экспрессирует, он одинаков, и тогда формируется вот такая вот застежка, похожая на молнию. Или как вот здесь она построена для искусственной системы, в которую встроен набор протокотгеринов. То есть формируется вот такая вот структура, которая внутри клетки заинициирует очень большое количество внеклеточных всяких каскадов, которые приводят к тому, что у нас клетки начинают два данных отростка начинают друг от друга отталкиваться. Если же у нас какие-то протокотгерины отличаются, то есть, например, как вот здесь показано, что здесь есть желтый, а на другой мембране его нет, то это не приводит к отталкиванию. Еще раз просто для сравнения приведены взаимодействия белков ДСК, то, как у нас происходит взаимодействие, например, протокотгеринов гамма, для которых собственно был сделан недавно совсем рентгенно-структурный анализ, показан, как они устроены. Теперь как бы как они у нас собственно функционируют и где это вот в явном виде было показано. Ну, например, это было показано для макриновых клеток сетчатки, где у нас собственно отсутствие кластера кодирующего гамма приводит к тому, что у нас дендритное дерево, оно съеживается, схлопывается и становится как бы таким достаточно плоским. Если мы посмотрим вот на Поркинье клетки, для них этот нокаут тоже очень критичен, то есть дендритное дерево знаменитых клеток Поркинье, оно на самом деле существенно, так скажем, становится не таким красивым и дендриты не стремятся друг от друга отталкиваться, оно, скажем так, существенно упрощается. Есть такая штука, которая связана с сиротонергическими нейронами, я просто напомню, что единственным источником сиротонергической иннервации у нас являются нейроны ядер шва, расположенных в стволе, соответственно, но эти нейроны иннервируют практически весь мозг, и нужно обеспечить как бы сказать покрытие этими аксонами всего объема мозга. Но если эти нейроны не будут узнавать друг друга, то это будет приводить к тому, что, грубо говоря, один аксон одного нейрона может начать иннервировать зону другого нейрона, и это очень неэффективно. Соответственно, для этого было выяснено, что вот эти нейроны, они экспрессируют только один протокатгирин, протокатгирин альфа-C2. Это приводит к тому, что если его убрать, этот протокатгирин из генома, то собственно аксоны начинают первое закрывать ту область, которая закрывается и нервируется другим аксоном. То есть клетки перестают узнавать друг друга и формировать свою зону ответственности как бы условно, если так можно назвать ее. Собственно, по-английски вот такая штука называется тайлинг, когда у нас аксоны формируют такую структуру, когда у каждого аксона есть свой объем, внутри которого он выбрасывает нейромедиатор и объемы эти практически не пересекаются. Соответственно, вот это явление сразу исчезает и у нас собственно аксоны они их ветвление сразу нарушается, они перестают быть такими скажем так вот это ветвление в растопырку, я бы сказал так, оно существенно упрощается и аксональное дерево оно существенно упрощается. Если мы посмотрим на сенсорные нейроны, которые у нас есть вот в обонятельной системе, то для них критичное наличие всех альфа, бета и гамма, потому что если их убрать, то гламеролы, которые у нас есть в обонятельной системе, в обонятельных луковицах, то тогда у нас будет только один нейрон иннервировать одну гламеролу вообще в принципе, просто потому что все остальные, то есть он первый дорос дотуда своим аксоном, все остальные они уже не не могут туда войти, потому что они начинают отталкиваться им необходимо ну и кроме того, как бы было обнаружено такое странное явление, что вот например протокот герингома c4 он вообще критически необходим для интер нейронов спинного мозга, то есть они как бы почему-то без него вообще в принципе жить не могут и просто умирают, то есть почему это происходит, я так понимаю, не очень понятно, но как бы такое явление есть. Ну соответственно, если немножко суммировать вот последнюю часть, это то, что у нас самораспознавание нейронов происходит за счет того, что у нас нейрон он экспонирует на своей поверхности некую уникальную комбинацию поверхностных белков и у беспозвоночных это связано с тем, что у нас есть альтернативный сплайсинг белка ДСК, а у млекопитающих это связано с тем, что у нас есть альтернативные промоутеры белка у гена, которые кодируют белки кластеризованные протокодгерины. И соответственно, как бы у нас отталкивание, оно инициируется гомофильным связыванием либо белков ДСК, либо собственно кластеризованных протокодгерины. Соответственно, спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok